Привет еще разок всем тем, кто к нам только что присоединился и подключился. Здесь я, меня зовут Маша Нова, и каждый вечер к нам приходят очень яркие, талантливые, классные, просто ослепительные гости. И сегодня уже в нашей студии, прошу внимания, плюс-сайз модель, основательница медиахолдинга LF Media, мультипликационный персонаж Леди Фортуна Юлия Рыбакова. Огненная, яркая, классная. Юля, я рада тебя видеть. Привет. Тоже привет. Как у тебя настроение? Потому что выглядишь просто бомбически. Очень хорошее, как обычно. Ну, ты знаешь, сегодня просто такая погода, что, мне кажется, не у каждого человека сегодня такое классное настроение. Но, несмотря на погоду, ты всегда заряжена на позитив. Да, я стараюсь не быть привязанной к каким-то факторам. Вот это важно. Смотри, у нас есть такой традиционный вопрос, с которым мы всегда начинаем общение с нашими гостями. Есть ли у тебя какой-нибудь секрет или лайфхак, как научиться относиться к жизни с юмором? Как ты это делаешь? Ну, прям с юмором я к жизни, наверное, не всегда отношусь. Но я всегда задумываюсь о том, что вчера меня никак не догонит. Ага, ты смотришь вперед в будущее. У меня вообще, в принципе, мой девиз по жизни только вперед. Поэтому я не сравниваю... Ну, максимум я могу сравнить себя сегодня со вчерашней, себя же. Так, понятно. То есть, какая я была в этот день. И стать лучше на следующий день, естественно. Да. Но я не приписываю все свои достижения. Ну, вот здесь, сейчас, допустим, я сильна, потому что я думаю о том, какая я молодец в прошлом. Нет. Прошлое никому не интересно. Интересно твое настоящее. Поэтому я стараюсь исходить из того, что я делаю здесь и сейчас. Круто. На самом деле, у меня твоя позиция очень близка. Здесь и сейчас. Но, конечно же, мы с вами мы все в будущем. Правильно? Но подожди. Вот Юлия Рыбакова. Здесь и сейчас. Сегодня. Я перечислила, друзья, вам открою маленькую тенту. Лишь меньшую часть того, чем занимается Юля. Потому что там список, он гигантский. Давай по порядку. Вот сейчас прям начнем с самого начала, с основания. Сначала был... Была ты. Сначала, потом... Сначала была я. Подожди. Ты переехала в Москву. Это 18 лет. 18 лет. Сейчас мне 30. А, то есть ты не скрываешь свой возраст? Нет. Зачем? Зачем в паспорте он написан? Но он не меняется. Слушай, это... Окей. Сразу ли Москва тебе покорилась? Вот такой вопрос. Нет. Или же было сложно? Нет. Наверное, это такая трогательная история, как я добивалась поэтапно каждого своего... Ну вот с чего ты начинала? Вот самый первый, знаешь, вот этот фундаментальный камешек. Когда я просто приехала в Москву, и это была совсем нелегкая работа, потому что это было еще и на обычном рынке. Пражский рынок тогда был. И я там работала в центре в самом обычном заведении. Но я шла домой пешком. Тогда метро стоило 14 рублей. Реклама метро. Помнишь, да? Да, все в деталях. Да, все в деталях. Что на тебе тогда было? Нет, ну, самые обычные джинсы, самые обычные кофты и все, что было доступно моему тогда кошельку. То есть я ходила пешком домой, в 4 станции, потому что я экономила 28 рублей в день. И слушала песню, как тогда помню, о студии, песня «Улетаю». Именно потому что мне казалось, что я улечу из этого момента, это тяжкая для меня работа. А тебе хотелось улететь уже туда, вверх, как бабочка. Да, я мечтала, что я добьюсь в этом городе чего-то прям большого, основательного. Сейчас таких целей, наверное, амбициозных нет, потому что я... Ну, уже они как-то перетрансформировались, наверное, во что-то более другое. Да, то есть сейчас ценности поменялись, а тогда были немножко даже ложные цели. Ну, я вот прочитала в интернете, я не буду скрывать, что ты всегда хотела быть известной и популярной. Есть такая установка? То есть неважно, чем бы ты занималась, или же ты хотела все-таки по какому-то определенному пути идти и стать в этом амплуае известной и популярной? Меня в 4 года спросили, Юля, кем ты хочешь стать? Я сказала, что я буду богатой и знаменитой. Девочки, учитесь и запоминайте, пожалуйста. Сегодня самый мотивационный эфир у нас. Цель у меня такая глобальная. Уже 26 лет я иду к этой цели. Не знаю, кажется, что вот я уже живу в центре, у меня есть деньги, я могу работать, меня уже многие знают, а кажется, что нет, еще не настолько. Подожди, а вот чего же не хватает Юлии Рыбаковой, мы узнаем совсем скоро, друзья. Оставайтесь с нами, никуда не уходите, дальше будет еще интересней. Яркая, бомбическая гостья сегодня у нас в гостях супермодель плюс сайз Юлия Рыбакова. Сейчас именно в этом выходе я хотела бы затронуть именно эту тему, да? Ну, правда, от тебя невозможно отвести глаз. Спасибо. Ну, расскажи об этой своей деятельности. Как вообще ты пришла вот в модельный бизнес и как ты поняла, что в таком размере тебе комфортно существовать? Потому что, ну, мне кажется, стереотипы есть у нас в стране, да, по поводу... Стереотипы, да, они есть, но я просто поправилась. Так, это когда произошло? Подожди, это ты специально сделал или как-то не специально? Я родила, и, к сожалению, я тогда не совсем понимала нормы, когда ты плюс 10 рожаешь или когда ты плюс 60, как я была. Ты 60 килограмм напрала за время беременности? За время беременности у меня был большой стресс, я была одинокой мамой и одна в Москве, и понимала, что... Ну, я думаю, что стресс сказался из-за того, что было очень много переживаний. И я все это заедала, я заедала и думала, ну, все, вот сейчас вот я поела, все, фух, сейчас все нормально. И я не заметила, как я поправилась вообще. То есть я набрала 60 килограмм, в принципе, за 5 месяцев, и потом у меня не было никакого выбора, так как я не креативщик, я просто стала плюс-сайзом. Ты просто начала в этом комфортно существовать и перевернула все наоборот на свою сторону, правильно? Да, то есть у меня была четкая защита, почему я такая. Я четко понимала, что конкретно я несу, что можно быть в любом весе, себя любить. Абсолютно точно. Я много тренингов слушала, любви к себе, я много занималась собой. Но это такой был самообман, конечно. Ну, то есть ты и себя прокачивала, ну, в какой-то, да, в какой-то степени, может быть, и успокаивала. И помогала девчонкам всей нашей большой страны, которые, может быть, тоже страдают от этого. У меня тогда появилась... То есть такой мотивационный коуч. Да, появилась тогда основная аудитория, которой были девушки все полненькие и говорили, вы нас очень вдохновляете. Но потом я начала худеть, я дохуделась до 90 килограмм, 30 килограмм сбросила. И потом я уже начала рассылать свою портфолио в разные рекламные агентства. Ну, подожди, это с одной стороны, а с другой стороны ты же начала вдохновлять еще и со своей вокальной точки зрения. Ты же еще и клипы снимаешь, и песни поешь, понимаешь, со всех сторон идеальная женщина. Два года назад я просто рискнула записать первые песни. Это детская мечта больше, да, и вот не реализованная, потому что я очень много ходила на вокал, на хор. Но ты это во взрослом возрасте уже начала делать, правильно? Да. А до этого у меня не было возможностей, и, наверное, я себе как-то не позволяла этим заниматься. Мне казалось, что ну как, люди должны сначала выучиться. То есть я вообще... Опять-таки стереотипы, которыми мы полны, да, друзья? А мне кажется, что в любом возрасте, если у тебя горит, да, душа и сердце, если хочется чем-то заниматься, то обязательно это делайте. Как это сделала Юля Рыбакова. И сейчас она будет представлять свою песню и клип, который называется «Ищу тебя». Посмотрим? Да. Все, поехали. Пообещай давай сама себе, что ты не поведешь себя, как все. И эти мысли, он не карусель, он в моих мыслях каждый новый день. Все утро, дыхание на перехват, и сердце в груди пьется, когда не так. И холод во мне без твоего тепла. Все утро, всю ночь рядом, ишь у тебя. И как обычно все пошло не так, и каждый день ты в голове как знак. И как обычно все пошло не так, скажи мне, как я внуклилась, как. Субтитры сделал DimaTorzok Я по следам отбрасывая день. Хочу в его руки попасть, как в племли, чтобы растаять от тепла, как лед. Я буду рядом, он к себе прижмет. Все утро дыхание на перехват, и сердце в груди пьется, когда не так. И холод во мне без твоего тепла. Все утро, всю ночь рядом, ишь у тебя. И как обычно все пошло не так, и каждый день ты в голове как знак. И как обычно все пошло не так, скажи мне, как я внуклилась, как. Субтитры делал DimaTorzok Юлия Рыбакова Юлия Рыбакова Юлия Рыбакова Юлия Рыбакова это сказать. Ты затеяла вот этот глянцевый журнал, который освещает светскую хронику. Легко ли было вообще, в принципе, пробиться в наш шоу-бизнес с этой стороны? Нет. Я помню, как мы брали интервью у разных артистов и смотрели на микрофон, на кубик, просматривали и говорили, мы вас не знаем, идите отсюда. Мы вам комментарий не дадим. Да, никаких. Есть такое дело. Причем мы были аккредитованы на это мероприятие, и мы как в СМИ со свидетельством имели право там находиться, но не давали комментарии никто. И я помню, как я с микрофоном подпрыгивала к Тимоти через охрану и говорила, пожалуйста. Ты можешь сказать, что ты сама вначале бегала с микрофоном, брала интервью? Да. Несмотря на то, что я была довольно крупненькая, и бегала. То есть не заметить тебя было сложно, да? Да. Так, ты бегала к Тимоти. Да, и просила дать какие-то комментарии. Помню, он так посмотрел на этот кубик, но уже ему некуда было деться. Он говорит, ну ладно. И на презентации клипа Егора Крида, он дал пару комментариев. У нас это видео вылетело в топ, и мы все радовались всей командой, что наконец-то мы немножко пробились. Но было сложно. Но, допустим, был случай смешной с Барри Алибасовым, который посмотрел и говорит, а, Лайв Сити, конечно, знаю. И спокойненько полчаса нам рассказывал, что у нас там в кадре корреспондент, который уже вот так держит микрофон, который уже засыпает потихонечко. Он так рукой держит, потому что 30 минут он вещал, как раз и рассказывал про какого-то артиста, у кого мы брали на тот момент интервью и освещали презентацию. Было сложно, потому что приходишь к рекламодателю, говоришь, покупайте рекламу. А они говорят, а что за журнал? Ну вот скоро мы напечатаем. Это первый выпуск. Они говорят, знать не знаем. Ага. И покупать ничего не будем. И ничего не покупали, то есть приходилось сложно. Ну и вот как в такой ситуации действовать? Вот что помогает, что выручает? Люди родные или же какая-то смекалка все-таки, хитрость? Мне пришлось на тот момент шантажировать. А все-таки хитрость даже женская. Да. У меня был друг, который сказал, что молодец, старайся, что можешь, но я пришла к нему с утра пораньше под окна, и кричала, что помоги мне! Купи рекламу! Купи рекламу! И он купил, собственно. Ну, мир не без добрых людей. Было сложно. То есть я на тот момент, я помню, что я встречалась с его другом, и мне пришлось шантажировать его, что я скажу, что я с тобой встречаюсь, если ты не купишь рекламу. А там сложные переплетения были. Треугольник. И он просто настолько был в шоке. Говорит, вот это же неправда. Я говорю, ну и что? Мне нужно, чтобы ты купил рекламу. «Тебе нужна эта реклама?» И когда от нас уже пришло и купила 10 машин в его автоцентр, он мне купил еще на год рекламу. То есть он, можно сказать, тогда дал толчок моему журналу. Уже 16 выпусков. Ну, Юль, ну скажи, ну вот откуда этот стержень? Это все-таки как-то из детства? Это из художественной гимнастики, которой ты, по-моему, занималась, если мне не изменяет память, правильно? Я думала... Или же вот это черты характера, которые врожденные? Я не знаю, откуда, но... Я уперте в барана, наверное. Я пру до конца. Как танк. Да. Все. И это значит, друзья, вы должны делать то же самое, и тогда обязательно будет у вас успех. А мы скоро вернемся. Юлия Рыбакова сегодня у нас в гостях. Это, я говорю, для тех, кто только что к нам присоединился. Плюс сайз-модель, которая просто прогремела на всю страну, до чего уж там, на весь мир. Ну и плюс начинающая певица. Правильно? Можно и так тебя обозвать. Все, ты сейчас готова нам уже исполнить свою композицию, которую сегодня пришла к нам презентовать. Называется «Не в моем вкусе». Готова? Готова. Все, давай тогда ее исполним, а потом поболтаем. О чем она? Что там такое за смысл, за рыб? Шумный город стоит на повторе, Ты от меня не скроешь, Ничего не скроешь в нем. Мое имя так не означай в разговоре, Неужели достойно твоих историй? Собери всех своих типов подружек, Кошелек потуже, И делай вид, что им нужен. Пускай смеются на игры, Но ты как в клетке с тиграми, До сих пор на ивентах. Ты еще не в курсе, Ты еще не в курсе, что больше не в моем вкусе, Не в моей тусе, ты не мое. Повода для грусти нет, В курсе не в моей тусе, Каждому свое. Ты еще не в курсе, что больше не в моем вкусе, Не в моей тусе, ты не мое. Повода для грусти нет, Просто не в моем вкусе, Не в моей тусе, Абсолютная страсть на пределе, Словно в моем теле, Все стоп-граны слетели. Эта боль изысканна, Но не в твоих списках, Я меня даже близко нет. Собери всех своих типа подружек, Пригласи их на ужин, Но помни, ты им не нужен. Пускай смеются на сдачу, Над тем, что ты неудачник, Пускай смеются и плачут. Ты еще не в курсе, что больше не в моем вкусе, Не в моей тусе, ты не мое. Повода для грусти нет, Просто не в моем вкусе, Не в моей тусе, каждому свое. Ты еще не в курсе, что больше не в моем вкусе, Не в моей тусе, ты не мое. Повода для грусти нет, Просто не в моем вкусе, Не в моей тусе, каждому свое. Вау-вау! Браво! И все мужчины страны сейчас просто лежат и не могут очнуться. Итак, друзья, прямо сейчас вам надо это переварить, как-то освысить, немножечко остыть. Возвращаемся в нашу жаркую студию. Здесь все так же мы, Маша Новая и очаровательная, сногсшибательная и самая лучшая и сегодня лучезарная Юлия Рыбакова. Модель плюс сайз, ну и, конечно, талантливая певица. И сейчас мы в этом убедились. Я вот у Юли спрашиваю сейчас за кадром, кто пишет песни, потому что песня действительно, вот первый раз ее услышишь и потом хочешь ее напевать еще, еще и еще. Кто, с кем ты сотрудничаешь? У меня есть музыкальный продюсер, зовут его Валера. У него студия, называется Field of Love. И мы работаем уже, наверное, третий год. Изначально мы писали для других артистов, и я прибегала, переживала, как там песня, что, как с ними, ходила на запись. А потом прихожу, говорю, Валера, я тоже хочу. Ну пиши мне, подожди, он был обескуражен или как? Он был удивлен, не знаю, что с ним случилось. Он мне сказал, Юлечек, ну как бы сам себя не кинешь, начинай уже в себя вкладывать. Молодец! Он понимает, как все делается в жоу-бизнесе. Так, и вы начали с какой композиции с ним сотрудничество? Песня первая была «Быть сильной», потом он писал песню про Путина. Которую мы сегодня тоже презентуем, друзья, у нас в эфире, оставайтесь. В принципе, все песни писала Валера, но тексты мы где-то находили, брали, смотрели, переписывали. Была еще у меня подруга Василина Курнос, она мне писала много текстов. У меня еще будет песня про Абрамовича, которую тоже написала Василина Курнос. Но ты пошла по всем политикам. Нет, по лидерам. По лидерам. Альбом называется «Лидеры». А, «Лидеры», все, это специально под альбом у тебя такая очередная песен? Все, хорошо. Об этом предлагаю чуть-чуть позже поговорить. Да, мне сейчас интересно, а ты вообще жесткий критик, то есть тебе вот предлагают музыку, тебе предлагают текст. Ты там что-то вносишь, какие-то правки или же ты полностью доверяешь профессионалам? Обязательно вношу правки, обязательно 500 тысяч раз перечитываю. Я обязательно еще и посмотрю, как бы я посмотрела на это, если бы я была просто слушателем или зрителем. Я начинаю еще и к этому прикапываться. И из-за меня и затягиваются все сроки сдачи. То есть я настолько подхожу к этому, я говорю, вот это слово, оно странное, давайте переписывать. И оно тебе может быть даже не характерно, да, и не свойственное. То есть тебе важно, чтобы песня была именно продолжением и отражением тебя? Или, в принципе, ты можешь петь обо всем? Обо всем не могу, правда. Вот. Значит, то, что трогает именно тебя. Да, чтобы я испытывала эту эмоцию. Потому что я думаю, что творчество и музыка, и вообще искусство, оно только через любовь, через ощущение себя оно идет. Оно не может быть просто... нельзя пойти и сотворить просто потому, что надо. Конечно, тебя должно это трогать лично. Да, да. Да, ты должна проживать это. Ну смотри, ты в своих песнях какую-то мотивацию для девушек пытаешься в смысл зашивать? Я стараюсь больше... Или не думала об этом? Наверное, то, что чувствую, то и передать. Да, то есть это не совсем касается всех песен, потому что есть песни вот из того же альбома «Лидеры», да, они идут от мультяшки «Леди Фортуна». Вот, это отдельная тема «Леди Фортуна». Есть Юля Рыбакова. Наверное, то, что я не могла бы позволить сделать себе, я позволяю этой мультяшке. И есть идея и цель у нас как раз с продакшеном и со студией «Валеры» сделать эту мультяшку более популярной через этот альбом. А я уже пошла отдельно. То есть это как, например, глюкоза, которая не выдержала, что мультяшку знает, а ее нет. А ее, так, понятно. Наверное, такая же. Ты решила развиваться параллельно, чтобы сразу у всех была четкая ясность. Ну вот давай поговорим о мультяшке. Как вообще возник этот образ, этот персонаж? Понятно, что он полностью там срисован, скопирован с тебя. Ну да, уж так хочу скрывать. Ну чего уж скрывать, естественно. Ну а вообще, почему решил? Потому что у нас в России вообще в принципе этот жанр комиксов не особо сильно развит. Да, его только начинают. Вот тут и то такими маленькими шагами. Да, то есть поможешь развить этот жанр? Я думаю, да, потому что в каждом человеке много личностей. Многогранник абсолютно точно. И через эту мультяшку я себе позволила развивать одну из сторон. Например, я, несмотря на то, что вся такая женственная, да, я внутри характером очень жесткая. Вот такая, со стальным стержнем. И для меня примеры и вдохновляют сильные мужчины. Наверное, эту часть я отдала как раз этой мультяшке. Почему мы сделали альбом «Лидеры»? Потому что можно брать пример с этих мужчин. Каждый из них добился многого. И я недавно была на тренинге, где до меня дошло, что мужчины тоже люди. Да правда, что ли? Да. Открылась такая, да? Подожди, а нужно ли девушке... Я старалась соперничать. Подожди, а нужно ли девушке обладать такими же мужскими качествами? Нет, все-таки нет. Вот. И когда начинался альбом, мне казалось, что я таким образом смогу как-то прикоснуться к этой мужской энергии, этой силе и брать оттуда мотивацию и пример. А сейчас я понимаю, что да, надо закончить альбом. Я люблю все заканчивать, все, что начинала. Конечно. Но при этом я не должна соперничать ни в коем разе. Я не должна пытаться стать как мужчина. То есть вот за два года очень многое поменялось во мне, в моем окружении. В отношениях, наверное, в принципе, да, к жизни и вообще. Ну, а мне просто кажется, что раз у тебя преобладает мужская энергия, то женская, соответственно, затихает. На нее какой-то блок, правильно? Ну, а мы-то девушки, тем более с такой внешностью, Юля, ты меня и семья, конечно, просто невозможно притушить свою женскую энергию. Поэтому, конечно, она должна быть как-то в равновесии. Как вот добиться этого равновесия, чтобы... Подожди, и в карьере было все супер, и в личной жизни все еще лучше. Вот как ты находишь этот компромисс? Я не нахожу. Не нахожу. Один день я мужик, который идет, решает вопросы. Который впахивает просто по полной. А другой день я иду на свидание и там плачу, что мне тяжело. То есть я пока не нашла этого баланса. То есть ты балансируешь либо туда, либо из крайности в крайность. Пока я ищу этот баланс. Все, я желаю тебе найти, собственно, какую-то золотую середину, на ней остановиться. Давай сейчас тогда, раз уж мы начали разговор про наше мужское начало, да, про мужскую энергию, сейчас остановимся на твоей композиции, которая называется «Путин», которая нашему лидеру посвящена, нашей гордости. Все, слушаем, смотрим прямо сейчас. Премьера в эфире на теле-радиоканале «Страна.ФМ». Юля Рыбакова, супермодель плюс сайт сегодня у нас в гостях. Ну и, конечно же, талантливая певица. И вот мы сейчас с Юлей разговаривали, и по поводу клипа поговорили. И помимо того, что Юля марафон у себя затеяла в Инстаграме, что говорит, худею я, друзья. Можете наблюдать за мной. «Сто дней буду ходить». Я говорю, Юля, а сейчас-то какой день? Она говорит, четвертый. Только начала. Только начала в понедельник. Впереди еще много всего. Ну подожди, со скольки килограмм ты начинала? Если уже сдвиг. Вообще, мне предложила Оксана Козлова, она владелица студии Sticks Seobody, и она говорит, Юля, давай мы тебе похудеем. Я сначала так дико, у меня два контракта, какие худеть. А тебе вот реально можно ли вообще как-то худеть? Я отказалась от контракта. Я подумала, ну не такие уж они и привлекательные, можно и... Будут новые, правильно? Да, будут новые. И мы договорились, что за сто дней мы меня худеем, и за дня в день я пишу отчеты в своем Инстаграм, и хожу к ним пять раз в неделю в студию. Ну как пять, пока четыре, потому что всего четвертый день. Ну понятно, пока три, только по утрам, потом только два часа, да, и тогда все это на нет сойдет. Нет, я в этом плане... То есть четко, если ты поставила себе цель, то ты будешь ее придерживаться. Обязательно я добьюсь. Да, в конце я подумаю, нужна она мне или нет. А, да, в процессе? Но в процессе я все равно сделаю. И я хожу еще в студию растяжки, фитнеса, там худею. И, в принципе, нацелена на то, чтобы я за сто дней скинула 15-16 килограмм. Ага. И стала просто модель. Ну то есть не плюс сайз. Не плюс сайз. Да. В конце концов, наесть я всегда смогу. Действительно, почему бы и нет. Ну как наесть-то я знаю, подожди. А как вот скинуть вот эти вот лишние килограммы? С чего начать хотя бы? Ну вот посоветуй. Давай вот пять правил, с чего начать худеющим девушкам. Потому что многие на новогодние праздники, я про себя сейчас, отправятся на море. Есть какая-нибудь такая пятидневная история? Ну вообще, первая практика, которую я всегда делаю и с собой, и вообще всем советую, и в Инстаграм много об этом писала. Она называется ведро. Ты весь день все, что кушаешь, складываешь в ведро, но не смотришь туда. Я почему-то другое подумала. Потом поел, значит, ты в ведро. Нет. Еду. Вот сколько ты ешь, столько же в ведро. Ты складываешь, складываешь, складываешь. А ты самую еду эту складываешь? Да, вот если ты ешь ровно одну кашу, такую же порцию в ведро. Пьешь стакан воды, туда же стакан воды. И вечером ты открываешь крышечку. Да. И желание... Ну там же в ведре-то ничего не переваривается? Да, в этом-то и фишка. Нужно посмотреть, что мы даем нашему организму. Ой, это ужас. Я боюсь, после этого я есть точно перестану. Поэтому и фишка. То есть мы показываем себе, своей голове, через мозг, да, то есть что мы кладем в свой организм. Естественно, нужно еще знать правило, сколько ты кушаешь. То есть вот наши ладошки, вот такие вот, это наша порция должна быть. Но мы не знаем, этого нам приносят вот такие тарелки. И мы накладываем еще с горочкой, особенно когда все включено. Я недавно ездила, объедалась. И это тоже очень важно. То есть есть такие маленькие фишки, где ты понимаешь, что там хочешь кушать, у нас же такой сигнал про голод, сигнал про то, что ты хочешь пить, они рядом находятся. И лучше попить сначала воды. Ну, есть же вот это знаменитое правило, хочешь есть, попей воды. Да, и потом, если голод не проходит, да, вот как говорят, приятного аппетита. Почему говорят? Потому что должен быть аппетит. А если ты ешь, потому что надо, значит, это не тот твой организм попросил. Ну, а вот это дробное питание, потому что пять раз в день, типа маленькие порции, именно одну вилочку. Я за то, чтобы есть так, когда тебе хочется. Когда именно хочется, когда есть потребность. И я таким образом как раз с 120 скидывала до 90, потом с 90 скидывала до 80, вот сейчас как раз я между 81 и 82. И мне нужно быть 65 уже 12 марта. Ой, а ты знаешь, мы тебя 12 марта приглашаем эфир. Приходи. Посмотреть, да? Давай мы тебя сегодня, Юль, сфотографируем. Будет до, а 12 марта мы сделаем еще одну фотку, будет после. С удовольствием. Как классно будет. Я думаю, что я 100% похудею, даже, наверное, больше, чем надо. Все, я желаю тебе абсолютно удачи. Ну, собственно, за этим можно будет следить в твоем инстаграме. Давай его тоже перерекламируем. Юлия Нижнепочерненькая, Рыбакова, да, и Нижняя Черточка. Также здесь написано, что живу яркой жизнью, это все понятно. И веду влог «Не женское дело». Вот это что такое? Я начала записывать влог о людях, которые добиваются тех или иных успехов в карьере. У меня есть интервью с Парис Хилтон, которое меня очень вдохновляет. И она рассказывает как раз о том, что несмотря на то, что ее семью узнали все, она хотела хоть что-то заработать сама. И интересное интервью я всем советую посмотреть. Мы 30 минут с ней общались на тему того, как идти к своей мечте. Я больше отображаю там, наверное, людей, которые достигли той или иной цели. И мы беседуем именно на эту тему. То есть пока влог с этой направленностью. Может быть, я немножко пересмотрю. То есть в будущем, конечно, есть желание записывать с людьми не только те, кто добились мечты, а кто, может быть, известные политики, либо известные артисты. Буду смотреть. То есть ты здесь уже в качестве интервьюера предстаешь, да? Ну, подожди, а дальше это интервью, оно будет еще в твоем глянцевом журнале как-то транслироваться? Мы расшифровываем. Или это, ну да, и туда попадает как раз-таки тоже. Сейчас будет 17 выпуск, и мы делаем на обложку девушку. Марина Вовченко ее зовут. Она йог, мама трех детей. Еще и блогер. Очень интересная девушка, которая поменяла очень мое отношение к жизни. И я ей предложила пойти ко мне на обложку в феврале месяце. Прекрасно, значит, скоро ее увидим. Да. А подожди, а новогодняя обложка, кто там будет? Можем уже раскрыть секретики или нет? Я думаю, что новогодние, наверное, я не буду делать, потому что я улетаю и даю себе целый месяц отдыха. Ага. И я не стала трогать шоу-бизнес, чтобы всех собирать в очередной раз. Мы решили уже 19-й год. Кто, собственно, ударно работает, он должен ударно отдохнуть, правильно? А куда уже выбрала направление? Если честно, еще нет. Ну, подожди, куда-то в море или наоборот в спуск с горы, не знаю, там, на лыжах? Нет, все-таки в море. Я думала полететь на острова какие-то, там, может, Мальдивы или Бали. Но я пока не знаю. Сейшелы, может быть, Карибы. Кстати, вот, пожалуйста. Ну, мне ассоциируется это с Дом-2, поэтому я не сильно туда хочу. Я думаю, мне еще как-то постучит на голове за то, что я его не люблю или еще что-то. Ну, ничего, ты здесь можешь совершенно спокойно выражать свои мысли. Это же то, что ты думаешь. Юль, смотри, у нас есть такая традиция. В конце, под завершение нашего эфира, есть Блиц-опрос. Быстро, не думая, отвечаешь на наш вопрос. Готово? Окей, да. Итак, для меня самое главное в жизни это? Ребенок. Идти по жизни с юмором, с музыкой, с бизнесом это? Здорово. Если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делала? Все то же, что и сегодня. А 2018? Это если в будущее, как ты любишь заглядывать? Изобрела какие-нибудь новые штучки. А, ну, хорошо. Когда ты будешь уже такой же классный, креативный, красивый, но уже старый, ну, извини, дорогая, такое случится рано или поздно, что ты вот своим потомкам пожелаешь? Пожелаю им проживать каждый день ярко и буду, как Киприяновна, классный блогер Е66. А, вот на этом, друзья, мы сегодня и завершаем нашу программу. У нас в гостях была потрясающая, очаровательная Юля Рыбакова. Спасибо тебе огромное, что пришла к нам. Приходи еще. Спасибо. Спасибо.